И сегодня члены Кабинета Министров установили минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. В следующем году стоимость этой услуги в республике не повысится. Как в регионе реализуется программа модернизации жилищного фонда, расскажет Дмитрий Ковалев. В программе капитального ремонта домов на следующий год более 200 адресов. По расчетам в общую копилку придут порядка полутора миллиардов рублей. Платежная дисциплина растет, но и должников еще немало. Глава региона поручил в ближайшее время навести порядок в этой сфере. Сумма взносов на следующий год остается минимальной. Рублей 30 копеек на один метр квадратный. То есть сохранить его на уровне 18-19-го годов. Малообеспеченным семьям оплачивать взносы за капремонт будут и за счет бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что необходимые суммы в региональной казне заложат до конца года. Мы обеспечиваем социальную защиту малообеспеченных семей, малоимущих семей и тех семей, которые живут за чертой бедности. Мы им выплачиваем соответствующие субсидии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Средств достаточно. По году расчетно все просчитали. В сфере ЖКХ должны быть соблюдены интересы жильцов. От общей суммы обращений сколько помогли вернуть? Этот вопрос Михаил Игнатьев адресовал руководителю жилищной инспекции региона. Чаще всего люди жалуются на необоснованно начисленные платежи. По итогам проверок за прошлый год управляющие компании вернули более 4 миллионов рублей. Ведомстве составляют и черные списки коммунальщиков. У нас сейчас порядка 10 процентов. Это до 16 до 18 организаций, которые у нас на особом контроле находятся. И по результатам контрольных надзорных деятельностей, которые мы осуществляем в отношениях, показываем, что есть факты недалежащие в исполнении своих обязанностей по управлению квартирными домами. Управляющие компании, которые нарушают законы и жилищный кодекс, необходимо лишать лицензий. Отметил глава региона Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Отметил глава региона Дмитрий Ковалев.